ТАКСИ ГРАНД АВТО Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Ограбили почтальона, чтобы раздать долги и отремонтировать квартиру. Нападение на женщину, разносившую пенсии, раскрыли по горячим следам. 12 лет на Кипр не вернется. Последний фигурант дела в убийстве лидера еврейской общины выслушал приговор. Разбил самолет аэрофлота и за это пойдет под суд. Бывший сотрудник Толмачева ответит за ущерб на 7 миллионов рублей. Рассказали, как и зачем напали на работницу почты. Предполагаемые разбойники из Сузуна отправились за решетку. Обидчики женщины почтальона отправились на ближайшие два месяца в СИЗО. По версии следствия, двое жителей Новосибирска напали на свою жертву 18 ноября в рабочем поселке Сузун. Пока один из мужчин поджидал подельника в окромном месте, другой вырвал у беззащитной женщины сумку. Неизвестный мужчина, распылив газовый баллончик, вырвал у работницы почтового отделения сумку, в которой находилось более 250 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий, а также корреспонденция и сотовый телефон. Потерпевшая немедленно сообщила о преступлении в полицию. Искать дерзкого налетчика немедленно начали сузунские полицейские, оперативники областного главка и сотрудники ФСБ. Вскоре выяснилось, злоумышленник действовал не один. Напасть на почтальона решили двое уроженцев Сузуна, которые много лет прожили в поселке городского типа и хорошо знали маршруты, которыми ходят работники почты. Оба уже были судимы за кражу и грабеж. К налету криминальный дуэт как следует подготовился. Взял на прокат автомобиль Киа-Рио и поехал в Сузун. И получилось, что ограбили почтальона. Я был за рулем. Второй предполагаемый налетчик, который по версии следствия и набросился на женщину, вину пока не признал. За что задержан? В данный момент не знаю по подозрению. Подозрение чего? Вроде как разбой. Где? Не знаю, в Сузуне, наверное. Какого-то там почтальона. Вы не совершали преступление? Нет, я не совершал преступление. Однако при обысках в домах предполагаемых разбойников оперативники нашли одежду, в которой они были в момент совершения преступления. И остатки денег. Денежные средства, добытые преступным путем, лежат в тумбочке. Из 250 тысяч осталось лишь 11,5. Один из задержанных оплатил аренду съемного жилища за ближайшие три месяца. Другой раздал долги и начал ремонт в квартире. Впрочем, неизвестно, когда теперь удастся его закончить. Обоим предполагаемым разбойникам грозит до 12 лет лишения свободы. Анна Скок, Константин Менин, экстренный вызов. Вместо бизнеса на Кипре колония строгого режима в России. Последний фигурант по делу о гибели новосибирского бизнесмена Якова Ханина выслушал обвинительный приговор. Сразу после совершения преступления подозреваемый сбежал на теплый заграничный остров. Однако новосибирским правоохранителям удалось добиться его экстрадиции на родину. Как установило следствие, 62-летний Валерий Кудрявцев оказался напрямую причастен к устранению Якова Ханина зимой 2013 года. Тело мужчины обнаружили в гаражном кооперативе на улице Железнодорожной. Он погиб от отравления этиловым спиртом. Причем эксперты доказали, поили потерпевшего насильно. Чтобы раскрыть это преступление, правоохранителям понадобилось несколько месяцев. Как выяснилось, ликвидировать Ханина решил конкурент по бизнесу Юрий Забиров. Кудрявцев, который являлся его правой рукой, принял активное участие в расправе и сокрытии следов преступления. Сразу после случившегося он успел улететь на Кипр. Однако правоохранители по линии Интерпола сумели разыскать беглеца и вернуть домой. Он был объявлен международный рост и заочным судом ему избраны меры пресечения под стражу. Подготовлены документы в Генеральной прокуратуре Российской Федерации для направления запроса в компетентные органы Республики Кипр с целью выдачи Кудрявцева, проходительного права Российской Федерации для привлечения того к уголовной ответственности. Вернувшись в Россию, Валерий Кудрявцев предстал перед судом. К тому моменту все трое его подельников уже выслушали обвинительные приговоры. Наиболее сурово наказали заказчика убийства Юрия Забирова, который получил 15 лет колонии. Как и остальным участникам группы Кудрявцеву предъявили обвинение в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Вину путешественник не признал. Тем не менее, это не помогло ему избежать сурового наказания. К слову, на Кипре у Кудрявцева остался бизнес. И еще на стадии следствия он сообщил, что желает вернуться на остров при первой возможности. Однако теперь осужденному придется надолго забыть о своих планах. Леонид Лишенко, Алексей Погудин. Экстренный вызов. Два года скрывался от следствия, но теперь наказание не избежит. Пятый фигурант уголовного дела о разбойном нападении и причинении средней тяжести вреда здоровью предстанет перед судом в Новосибирской области. Летом 2014-го группа молодых людей сильно избила мужчину в поселке Краснозерское. В числе нападавших был вооруженный металлической трубой сын бывшего начальника главного следственного управления областной полиции Александр Шила. Злоумышленники отобрали у потерпевшего дорогостоящую золотую цепочку с крестом. Когда брат жертвы решил разобраться с его обидчиками и вернуть имущество, они напали и на него. В апреле Краснозерский районный суд вынес четверым фигурантам уголовного дела обвинительный приговор за разбой и причинение средней тяжести вреда здоровью. Они проведут за решеткой от 4,5 до 8 лет. Пятому участнику нападения удавалось скрываться от правоохранителей вплоть до октября 2016-го. Однако вскоре он тоже предстанет перед Фемидой. Содержательницам притона грозят внушительные тюремные сроки за гостеприимство. Мать и дочь за деньги пускали страждущих в свою квартиру покурить или уколоться. Теплое местечко для наркозависимых полицейские ликвидировали в октябре в Пиромайском районе Новосибирска. К такому визиту пожилая хозяйка квартиры Наталья Соловьева и ее 34-летняя дочь Ольга оказались не готовы. Оперативники долго наблюдали за женщинами и выяснили, в своем жилище они устроили уютное гнездышко для наркоманов и за деньги пускали их покурить марихуану или употребить что-нибудь потяжелее. В ходе проведенного обыска в квартире подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли 741 грамм марихуаны, использованные шприцы, героиновый раствор для внутривенного введения, а также посуду, которая использовалась для приготовления наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело по факту содержания притона и незаконного хранения наркотиков. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и вскоре фигурантки предстанут перед судом. Обеим грозят внушительные сроки заключения. Последствия инерции ценой в 7 миллионов. Виновник воздушно-транспортного происшествия в Новосибирском аэропорту предстанет перед судом. Крупный штраф и лишение свободы на срок до двух лет грозит бывшему работнику аэропорта Толмачёва. Всему виной одна неверная команда. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба авиакомпании «Аэрофлот». Как установлено было в ходе расследования уголовного дела, причиной данного происшествия стало нарушение обвиняемым ведомственных нормативных актов, устанавливающих правила безопасности движения эксплуатации воздушного транспорта. Авиатехник попросту не проследил, чтобы агрегаты стояли ровно друг за другом. Для успешного перемещения воздушного судна по территории аэропорта необходимо, чтобы тягач находился с ним на одной оси. Тогда по сигналу координатора можно начинать движение. 7 февраля команда техника оказалась неверной. «Аэрбас» поехал влево и потащил за собой тягач. В результате удара повредился обтекатель воздухозаборника самолетного двигателя. «Аэрофлоту» был нанесен ущерб на 7 миллионов рублей. Виновник произошедшего в ближайшее время ответит перед «Фемидом». На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Видео с ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. «Такси Гранд Авто» – новое мобильное приложение. Скачай в Google Play или App Store приложение для «Такси Гранд Авто» и заказывай такси еще дешевле. Теперь заказ такси одним нажатием кнопки. Подробности 355-1010. «Такси Гранд Авто»